Приветствую, дамы и господа! Сегодня у нас Willard 1 Norman Quine. Я должен вам лекцию про этого интересного, замечательного человека. Ну и давайте сразу обратим внимание на основные категории, которые мы будем сегодня рассматривать. Их больше, чем 10, но 10 я смог на доске уместить, поэтому простите. Как только категория будет рассмотрена, мы будем убирать данный кружочек. Да, у нас какой-то такой своеобразный интерактивчик организовывается здесь в данном случае. Ну и вот давайте попробуем обойтись непосредственно вот таким вот материалом, вот таким вот контентом. Давайте попробуем это, собственно, сделать. Ну, во-первых, Willard 1 Norman Quine считал, что перевод неопределен, быть равно быть значением переменной. Квайновская ортодоксия нам важна, номинализм, сомнения в различии между аналитическими и синтетическими суждениями, которые в двух догмах эмпиризма упоминаются. Эпистемологический холизм Квайна обязательно нужно упомянуть и представлять себе, что это такое. Потом нейтрализованная, в общем-то, эпистемология Квайна, его достижения в логике, его достижения в теории множеств, и его метафизика непосредственно. Вот. Что такое Квайн? Кто такой? Кто такой? Да, аналитический философ 20 века, это если коротко. Насколько вы знаете, я не люблю рассказывать биографии, я считаю их в основном довольно бессмысленными. Ну, поэтому давайте не будем обращать внимание на биографический разный материал, а перейдем сразу к идеям. Но, окей, ладно. Давайте. Родился в 1908 году, умер в декабре 2000 года, ну, то есть совсем-совсем недавно. Член Национальной Академии Наук США, известный мыслитель, очень обсуждаемый в аналитических кругах, тем более. Соответственно, персонаж предельно важный, персонаж тот, которого, ну, непосредственно мы сегодня и будем разбирать. Вот. Здрасте. Итак, пока с доски немножко отвлечемся, потому что она нам не особо нужна. Во-первых, да, начнем с первого пункта. Вот он. Вот он, соответственно, первый пункт. Перевод неопределен. Перевод, перевод неопределен. Квайн развил идею, что перевод между языками всегда неопределен, поскольку любое предложение может обозначать разные объекты. Это делает указание на объекты в языке непрозрачным и неопределенным. Он активно использовал данные из лингвистики, антропологии, бихаверистской психологии, рассматривая язык как форму человеческого поведения и науку как способ адаптации организма к окружающей среде. Получается. Одним из ключевых понятий у Квайна было стимульное значение. Это внешние стимулы, которые вызывают согласие или несогласие с утверждением. Он изучал проблему синонимии, то есть вопрос, как люди, говорящие на одном языке, понимают одинаковые значения. Первое. Взяли. Первое. Запомнили. С первым, соответственно, вот, имеем дело. Перевод неопределен. Соответственно. Один из других важных тезисов Квайна. Давай. Быть равно быть значением переменной. Быть равно быть значением переменной. Отсюда мы кружок убираем, кстати, и отсюда тоже убираем кружок. Да, собственно, уже движемся. Продвигаемся. Что это вообще, что это вообще значит? Да, что это вообще значит? Давайте. Одним из ключевых тезисов было утверждение, что быть означает быть значением переменной в логике. А выбор одной антологической картины над другой определяется прагматическими мотивами. Антология, по его мнению, зависит от языка и теории, которые мы используем, а сущность объектов не может быть постигнута вне этих теорий. Это привело его к концепции антологической относительности, где наше знание о мире обусловлено тем, как мы его описываем. Окей, принято. Следующая важная вещь. Квайновская ортодоксия. Квайновская ортодоксия. Убираем с адреса на кружочек. Квайновская ортодоксия, что это такое? А в метаонтологии взгляды Квайна легли в основу того, что называют квайновской ортодоксией. Она включает в себя три утверждения. Три. Первое. Бытие тождественно существованию. Бытие тождественно существованию. Давайте даже, я не знаю, нарисуем что ли. Бытие равно существованию. Бытие равно существованию, соответственно. Бытие едино. Нет разных способов существования. Бытие едино. Ну я не знаю, как это обозначить. Короче, кружочек. кружочек, целостность, единство, парменидовское такое бытие получается, да? Бытие лучше всего выражается с помощью кванторов и переменных. Соответственно. Все, бытие лучше всего выражается с помощью кванторов и переменных. Вот это и называют квайновской ортодоксией, друзья. Три пункта. Бытие тождественно существованию, бытие едино, нет разных способов существования, бытие лучше всего выражается с помощью кванторов и переменных. Все, все, вот она. Вот она, вот она, вот она. Продолжаем дальше. Вверх. Номинализм. Номинализм Квайна, это тоже важно упомянуть. Помимо всего прочего, Квайн был номиналистом. Основной идеей философии Квайна был крайний номинализм, то есть стремление выразить все науки языком, в котором говорится только о конкретных объектах, а не о классах, свойствах или отношениях. Он считал, что абстрактные понятия можно использовать только как вспомогательные инструменты, если конечный результат не включает их напрямую. На его взгляд повлияли не только неопозитивизм, но и прагматизм с бихеверизмом. Да, ну то есть Квайн известен тем, что он в том числе бихеверистскую позицию разделяет. Это тоже как бы вот не секрет. Ну и теперь переходим к его основной статье, к его основному материалу. Две догмы империзма. Наверное, в контексте философии Квайна, если вы вообще слышали о Квайне, то вы, скорее всего, слышали о работе «Две догмы империзма». Выпущена в 1951 году, это статья, конечно, в которой он критиковал ключевые идеи неопозитивизма. Кстати, давайте сюда. И сомневался в различии между аналитическими и синтетическими суждениями, убираем, то есть две догмы империзма, вот они здесь. В этой статье Квайн ставил под сомнение различия между аналитическими и синтетическими суждениями, а также редукционизм, который стремился свести все высказывания к простым изолированным утверждениям. По мнению Квайна, любые утверждения следует рассматривать в контексте. Окей, окей. Эпистемологический холизм. Видите? Вот эпистемологический холизм. Мы тоже его отсюда убираем. Еще одной важной концепцией у Квайна был эпистемологический холизм. Идея, что теории не могут быть полностью обределены только эпистемическими данными. Наблюдение всегда зависит от теории. И даже если данные могут исключить неверные теории, невозможно выбрать одну правильную теорию. Всегда может быть несколько равнообоснованных альтернатив. Ну и с Квайном здесь сложно как бы не согласиться. Ну да, сложно не согласиться с Квайном. Давайте все это уберем. Так вот, давайте сотрем верхние пункты, по крайней мере. Они нам уже не нужны. Мы их уже как бы упомянули, да? Я даже более того скажу. Я даже более того скажу. Я даже более того скажу, да? Давайте попробуем здесь уже немножко зависнуть. Это интересная довольно-таки тема. Причем не столько в контексте Квайна, сколько вообще интересная тема. Просто потому что это довольно важно. Вот у нас есть условный факт. Некий факт. Каковы источники факта? Каковы источники факта? Давайте попробуем задуматься. Каковы источники факта? Факт. Можно же написать факт, потому что будет буква F. Есть такая штука, называется F-феномен. Феномен, да? Феномен. Один из источников факта феномен. Очевидно. Но факт и феномен друг другу в полной мере не равны. По одной причине, да? То есть, они по простой причине друг другу не равны. Но просто потому что феномен это то, вот как мы условно видим, или слышим, или мыслим. Мозг нарисую, мозг нарисую, да, как могу. Или мыслим. Видим, слышим, мыслим, ощущаем. Все вот это вот такое. Феномен это непосредственно вот это вот. Вот это вот, да? А факт? Факт, факт. Что делает факт фактом непосредственно? Чем феномен? То, как мы это видим, лицезреем. Сновидение, иллюзия, все такое, да? Чем вот это вот отличается от факта? В чистом феномене нет интерпретации. Нет интерпретации. В чистом феномене не существует интерпретации. Да, мы при этом манипулируем разными феноменами. У нас обычно всегда есть какая-то интерпретация. Это правда, да? То есть, как бы полностью избавиться от интерпретации, когда мы воспринимаем феномены, мы обычно не можем. Но есть чистый феномен, когда мы, я не знаю, видим что-то, но еще не успели это проинтерпретировать. Я не знаю, вот вы только-только проснулись, и у вас такое состояние, в котором вы непосредственно, я не знаю, пребываете в такой вот, собственно, прострации, вы такой... ничего не понимаете, в голове слова еще у вас не вращаются. В голове слова у вас еще не вращаются. И вот в этом состоянии, вот в этом состоянии непосредственно, вы видите какой-то предмет. Блять, я себя испугался в зеркале. Боже мой, боже мой, боже мой. Вот это был феномен. О, боже мой! Да. Ах, я смотрю, чел тут какой-то, боже, за спиной у меня. Вот это был феномен. И я его проинтерпретировал как что-то страшное, кстати, сразу же. Я увидел чела за своей спиной, и у меня сразу интерпретация, что это опасность какая-то. Это был нечистый феномен, явно, да? То есть я здесь его проинтерпретировал, исходя из каких-то своих страхов. Отличный пример, кстати, отличный пример, да? То есть это был нечистый феномен. Да, вот феноменальная штука, это мое отражение вот здесь вот. Я посмотрел такое назад и проинтерпретировал это как что-то ужасающее. А когда речь касается фактов, обычно они интерпретируются в контексте теории. Например, 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 будьте добры, сюда. Например, вот мы видим в микроскоп какую-то вот такую вот штучку интересную. Вот такая штука, органеллы какие-то так называемые, все такое. Это когда мы ее просто видим, когда мы ее просто видим, да? Вот эта вот штука со всякими вот такими вот тут вещами. Даже если там движется, не движется, вот там мембрана наружная, там, не знаю, в центре вот это вот ядро массивное, митохондрии так называемые и все такое, да? Вот когда мы просто ее видим, это феномен. Это феномен. Когда мы просто ее видим и не трактуем. А когда мы называем это клеткой, говорим, что это либо часть живого организма, либо сама по себе организм в каком-то смысле, у нее есть органеллы так называемые, мы уже трактуем ее в рамках наших писательных каких-то структур и наших, собственно, представлений. Мы трактуем ее через наши теоретические представления и через наше мировоззрение. То есть факт о том, что существует клетка, это факт, да, будет? Это не феномен, это факт. Он проходит через теоретическую интерпретацию. То есть факт совмещает в себе феномен и теорию, как бы теоретические представления и мировоззрение о том, как мир у нас устроен. Господи, я до сих пор еще боюсь вот этого изображения самого себя в зеркале. Какой ужас! Какой ужас просто! Какой ужас! Так вот! Так вот! Так вот! Так вот! Так вот! Так вот! Что там по холизму? Что там по холизму? Мы тут сильно на этом остановились, да? Простым утверждением. По-моему, буквально любое утверждение стоит рассматривать в контексте. Концепция этого холизма. Дело в том, что теории не могут быть полностью определены. То есть теории, даже данные могут исключать неверные теории. Невозможно выбрать одну неправильную теорию. Всегда может быть несколько. Да! Да-да-да-да-да-да! Соответственно, но вот у нас есть такая теория, допустим, теория эволюции. Допустим, теория эволюции. Другие натуралистические теории тоже могут быть. Которая описывает клетку, вот, которая описывает клетку определенным образом. И другое описание в рамках данной теории просто невозможно. Но может появиться другая теория. Другая теория, которая тоже создает свой факт. Это уже не будет вот такой же факт. То есть она не будет вот этот факт использовать. Будет факт 2. Факт 2. И этот факт будет опираться на феномен клетки. Этот факт 2 будет опираться на тот же самый феномен клетки. Но будет объяснять его через другую теорию. Отсюда мы получим другое описание данного, в общем-то, явления. Явления феномена. Феномен явления одно и то же. Он является, представляется, видится и все такое. И мы получаем совершенно другой факт. Это будет другой факт из-за теории, как вы понимаете. И таких теорий может быть условно, ну, бесконечная, наверное. Ну, может быть, конечно, может быть, бесконечная. Стремящиеся что-то, стремяющиеся к бесконечности, соответственно. Их не 2, не 3, не 10, не 20, не 40. То есть, ну, просто 20, 40, 30 тысячу, миллион теорий можно придумать просто, если сильно постараться, поприкалываться, там, что-то вот повыписывать. Это можно своими собственными руками сделать. Если поставить такую задачу на всю жизнь, сформировать миллион нефальсифицируемых теорий общих, я думаю, один человек даже за всю свою жизнь бы справился. То есть, ну, надо каждый день придумывать по несколько теорий, каких-нибудь, хоть чем-нибудь отличающихся друг от друга. Желательно, чтобы они были нефальсифицируемые. И все будет нормально, да, соответственно. Можно даже не добиваться какой-то тотальной целостности данного представления. То есть, Клайн молодец, что он говорит о том, что вообще-то вот это вот зависит вот как бы от теории. Это правильно. Правильно, вот одна теория, вторая теория, их может быть несколько. Но я здесь немного не согласен с Клайном, потому что речь идет не о нескольких теориях, а о чем-то громадном, поясню. Поясню от себя, поясню от себя, потому что, ну, я в каком-то смысле тоже сейчас пытаюсь осмыслить и понять Клайна. Мы вместе, мы вместе собираемся, пытаемся его понять, а я пытаюсь Клайна понять в своих сейчас размышлениях, в своих методах, как и все люди, которые пытаются в чем-то разобраться, они тоже через свою призму как-то пытаются что-то осмыслить. Я здесь не уникален, и мы тоже здесь не уникальны. Давайте представим себе. Вот у нас есть, не знаю, давайте к комбинаторике обратимся. Вот у нас есть, не знаю, четыре стихии. Огонь, вода, земля, воздух. Соответственно, да? И у нас могут быть разные комбинации, при которых огонь, вода, земля, воздух, ну, как теория. Что из этого является архе? Может быть, огонь является архе, а все остальное архе не является. Может быть, вода является архе, а все остальное архе не является. Вот так вот, и вот так вот, как понимаете, тоже все это условно вот так вот работает. Также все это вместе взятое может быть архе, понятное дело. Также двойки, типа огонь и вода одновременно могут быть архе, или земля и воздух могут быть архе, и тройки могут быть архе. То есть огонь-вода-земля, вода-земля-воздух, вода-огонь-земля-воздух и огонь-вода-воздух. Соответственно, тоже могут быть такие комбинации. То есть уже комбинаций довольно много. Из четырех элементов мы получаем довольно большое количество комбинаций. Добавляем еще один какой-нибудь элемент. Огонь-вода-земля-воздух-эфир. Например, эфир. Уже количество комбинаций значительно больше становится. А каждая отдельная комбинация, это каждая отдельная теория, чтобы вы понимали. Каждая отдельная комбинация, каждая отдельная теория. И огонь, вода, земля, воздух, эфир. Еще добавляем какие-нибудь другие стихии, а их очень много. Можно придумать, там, греки и хаос какой-нибудь добавляли, и что-нибудь еще. У индусов в качестве стихии выступает звук. У китайцев дерево и металл. Умножаем все вот это, создаем гигантскую таблицу. Уже много вариантов получается. И это все еще не полноценная теория, философская, на всякий случай. Это просто материя, из которой все стоит. Это представление о том, из чего все состоит. Всего лишь, да? Всего-то представление о том, из чего все состоит. Какая мелочь. А тут еще и силы разные можно себе вообразить, которые могут всем этим управлять. Любовь и раздор, ну, то есть филия и раздор у, собственно, Эмпидокла. Нусса у Анаксагора. Какое-нибудь самодвижение атомов. Кстати, атом можно сюда добавить. Да, атомов у Демокрита. Может быть, огонь самодвижется, как у Аристотеля. Например, огонь, вода, земля, воздух. У Аристотеля все оно само движется, тоже напоминает. Да, самодвижение может быть внутрь вложено. И так далее, так далее, так далее, так далее. И мы получаем энное количество сил, энное количество материй, энное количество сил, причем довольно большое. Можно там в 30, в 40 вот этих самых элементов уложиться. И мы получаем квадриллионы, квадриллионы возможных теорий. То есть, если мы все это перекомбинируем методом обычной комбинаторики, просто берем, комбинируем все вот это вот методом обычной комбинаторики, мы получаем квадриллионы теорий. Квадриллионы. Там около пяти квадриллионов. И у меня была целая работа, в которой я как раз высчитывал комбинации разных элементов, да, если что. И получилось очень-очень и очень много. Получилось колоссально много. И это очень важно сейчас отметить. Пять, пять, если не ошибаюсь, пять квадриллионов. Пять квадриллионов, да, квадриллионов. Вот. И этого еще мы не исчерпали все возможные элементы. Мы не исчерпали все возможные силы. Количество теорий, если и не бесконечно, то настолько велико, что сосчитать их там, не знаю, на пальцах одной руки точно уж не получится. Их настолько много, их настолько много, что даже если один человек, в общем-то, попробует хотя бы перечислить все их названия, так скажем, если мы еще короткое название каждому придумаем, ему жизни не хватит. И за всю историю человечества никогда не существовало столько людей, чтобы у каждого было хотя бы по одной такой теории. То есть, да, их теорий больше, чем людей когда-либо существовало на Земле. Людей, в принципе. Уже настолько неисчерпаемое количество. Вот. Квайн, конечно, рассуждает здесь в категориях, что все-таки некоторые представления могут отрицать теории. Да, окей, Квайн здесь на это опирается, но даже если некоторые теории мы можем отрицать, а вдруг не фальсифицируемых теорий, то есть те, которые мы не можем отрицать и опровергнуть, тоже бесконечное или стремящееся к какому-то великому числу количество. В этом плане мы оказываемся, опять же, в довольно неоднозначной ситуации. И количество теорий не просто некоторое, и всегда есть альтернативы. Их очень много. Альтернатив очень много. И поэтому мы не можем сказать, сколько этих альтернатив и насколько мы убогие сейчас в нашем мировоззрении. Понимаете, да? Оп. О, стер. Стер в костер. Отлично. Что дальше? Натурализированная эпистемология. Квайн защитил тезис о натурализированной эпистемологии, который заключался в том, что все существенные вопросы о знании и значении должны решаться с помощью методов и инструментов естественных наук. Проклятый сиентист и догматик, как говорится. Ну, да ладно. Он категорически отвергал идею первой философии. Ну, Аристотеля, помните, в метафизике. Если что, открывайте метафизику, с рамом начала читайте, и очень быстро найдете там про идею первой философии. То есть, теоретические точки зрения, которые якобы предшествуют науке и могут ее обосновать. Эти взгляды являются неотъемлемой частью его натурализма. Какой ужас. Следует также заметить, что, подобно большинству аналитических философов, которые интересовались систематическим мышлением, Квайн проявлял мало интереса к истории философии. За всю историю, за всю свою карьеру, он лишь однажды преподавал курс по истории философии в 1946 году, посвященный Юму. Причем именно Юму. Вообще Юм довольно важный персон для аналитических философов. Они постоянно на этого Юма как бы опираются, он им очень важен, он им очень интересен, и это на самом деле неудивительно, что Юм так важен и интересен. Интерес к Юму, ну, во-первых, Юм ставит большое количество важных проблем, которые будут в итоге решаться в рамках аналитической философии. Во-вторых, Юм это переход к Канту. А здесь две догмы эмпиризма были уже и как бы про аналитические и синтетические суждения, вы сами понимаете, это из Канта, соответственно. Да, то есть, опять же, тут такая цепочка передатчиков, в которой разобраться, нужно читать Юму в том числе. Юм важный персонаж, безусловно. Логика, 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 ребят, логика, логика, логика. На протяжении своей карьеры Квайн опубликовал множество технических и обзорных статей по формальной логике, некоторые из которых были переизданы в его сборниках. Самая известная его работа «From a logical point of view» Квайн ограничил логику классической двузначной логикой первого порядка, основанной на истинности и ложности для любой непустой предметной области. Для Квайна следующие области не были частью логики. Логика высших порядков и теория множеств, которую он называл «замаскированной теорией множеств», формальные системы, включающие интенциональные понятия, особенно модальность. Квайн выступал против модальной логики с квантификацией, и это сражение он частично проиграл, когда семантика реляции с Сол Крипке стала канонической для модальной логики. Квайн написал три учебника для студентов по формальной логике. «Elementary logic» был создан, когда он преподавал вводный курс по логике в 1940 году и заметил недостатки существующих учебников теории квантификации. «Methods of logic» – учебник для более продвинутого курса, который он преподавал до своей отставки в 1978 году. И, соответственно, «Philosophy of logic» – короткая и остроумная работа, которая затрагивает темы, такие как сомнительность модальной логики с квантификацией и нелогический характер логики высших порядков. Книга «Mathematical logic» основана на его преподавательской деятельности в аспирантуре в 1930-1940 годах. В этой работе обсуждаются теоремы Гёделя-Этарского, а также кратко изложенные результаты, которые позднее были развиты Раймондом Смолианом. Тем не менее, работа Квайна в области логики постепенно устарела в некоторых аспектах. Например, его учебник не охватывал такие методы, как аналитические таблицы и рекурсивные функции. Его трактовка металлогики оставляла желать лучшего. Ну, да, вот такие вот оценочные понятия, ну, это как бы не я писал, если что. Большая часть оригинальных работ Квайна в области формальной логики после 1960 года была посвящена вариантам логики предикатов без кванторов, о которых можно узнать из его «Metals of logic». Так. Далее, теория множеств. Вклад Квайна в теорию множеств был весьма новаторским. Он разработал три аксиоматические системы теории множеств. Ну, давайте даже, не знаю, давайте напишем. Нам все-таки надо что-то делать, наверное. Пиньк. Не-не-не-не, братишка, сюда, пожалуйста, направься сюда. Будь добр. Так. Да. Мы уже вот это все стерли, кстати. И мы сейчас на теории множеств. Напоминаю, да? Мы на теории множеств. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, бум-бум-бум-бум. Так. New Foundations. Или NF New Foundations или NF, соответственно Теория, которая использует одно аксиоматическое правило Допустимости множеств Основанная на страстифицированной аксиоме Что позволяет существование множеств Которые не допускает каноническая ZFC теория Теория множеств Второй пункт Это был первый пункт Второй пункт Соответственно Теория множеств из Mathematical and Logic Представляет собой расширенную версию NF С добавлением классов из теории фон Неймана Бернайса Гёделя Ну это, короче, я не знаю NF 2.0 назовём Просто назовём это NF 2.0 А чё бы и нет, вполне почему бы Соответственно И третье Это теория множеств Set theory and its logic В тексте Set theory and its logic В которой устранена стратификация И большинство аксиом сведено к одной Третий пункт Здесь тоже нормально не объясняется Ну, короче Блин Is Set Theory And Its Logic Set theory and its logic Соответственно Да, очень понятно написал Поздравляю Наслаждайтесь лекционным материалом, друзья Для Кау Куайна Логика и теория множеств Были движимы Стремлением Минимизировать количество Понятий и допущений Он полагал, что всю логику Можно свести к двум Примитивным понятиям Абстракции и включению Ну чё, метафизика, друзья? Чё, метафизика Метафизика, получается Метафизика Ну что ж, поехали Метафизика Куайна Куайн оказал значительное влияние На современную метафизику Он ввёл термин Абстрактный объект Обсуждал Проблему Несуществующих Объектов Которая получила Название Борода Платона Куайн Рассматривал Проблему Таких терминов Как Пегас С точки зрения Квантификации Когда мы говорим О Пегасе Мы утверждаем Что не существует Существа с таким Описанием Что позволяет сделать Осмысленное Утверждение Об отсутствии Пегаса Отрицание Различия Между аналитическими И синтетическими Суждениями Да, опять же Тут тоже важно В 1930-1940-х годах Обсуждение С Рудольфом Карнапом Нельсом Гудманом И Альфредом Тарским Привели Квайна К сомнению В разграничении Между аналитическими То есть Истинными По определению И синтетическими Истинными По силу фактов Утверждениями В эссе Две догмы Империзма Квайн критиковал Этот ключевой Для логического Позитивизма Принцип Соответственно Очевидно Возвращаемся К холизму Подтверждений Энтологической Относительности Это тоже важная штука Мы ее уже упоминали Квайн утверждал Что все теории Недоопределены Эмпирическими данными Да Это важно Для объяснения Наших наблюдений Возможно Множество Альтернативных Теорий Это правда Я добавил От себя Что это множество Очень большое Как минимум Очень большое Бесконечное Или нет Предмет Дискуссии Но очень Большое Это точно Эта идея Лежит В основе Его знаменитого Мысленного Эксперимента С Гавагай В котором Перевод слова Зависит от Культурного И лингвистического Контекста Квайнт 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 Полагал Что вся Научная Мысль Образует Взаимосвязанную Сеть В которой Может быть Изменена Любая Часть В свете Эмпирических Данных Но ни одна Эмпирическая Проверка Не может Принудительно Изменить Конкретное Утверждение Квайнт На этой точке Зрения Любое Утверждение Может быть Изменено Или отвергнуто При необходимости Если это Способствует Сохранению Целостности Научной Системы Это Приводит К тому Что Границы Между Аналитическими И синтетическими Утверждениями Стираются Поскольку Любое Утверждение Может быть Пересмотрено В свете Нового Опыта Даже Так Называемые Аналитические Истины Могут быть Изменены Квайнт Считал Что Любые Вопросы Об Антологии Или о том Какие Объекты Существуют Всегда Относительны Конкретной Теоретической Системе Это Называется Антологической Относительностью По мнению Квайна Наше Понимание Существующего Мира Зависит От языка И концептуальных Схем Которыми Мы Пользуемся Для его Описания Таким Образом Ни одна Теория Не может Утверждать Абсолютную Истину О мире Только Относительно Определенной Концептуальной Системы Этот Вгляд Идет Вразрез Традиционными Метафизическими Теориями Которые Стремятся Найти Независимые От языка И схем Ответы На вопрос О существовании Опять же Мы повторяем То что уже было Теперь более подробно И в этом плане Квайн Безусловно Озвучивает Любопытные Идеи Любопытные Идеи Опять же С большим уклоном В аналитическую Философию С большим уклоном В аналитическую Философию В том плане Что Ну Квайну Очень 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 Важно Свести Все Все-таки К языку Да Мы видим Мы видим Что в центральной Части рассуждения Квайна Находится Что вот Наше представление О мире Нашей теории Зависит от Языка Получается Да Это вообще-то Не обязательно Так И можно Минуя язык Прийти Например О том Что наши теории Это какие-нибудь Чистые Представления Можно сказать Концептуальные Схемы То есть смотрите Да Вот у нас Теория Равно Язык Плюс схема В скобочках Система Образов Я бы назвал Это система Образов В моей терминологии Это система Образов Пусть будет Да Но 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 Давайте так Если мы уберем Язык Останется же Система Образов Наверное В моих представлениях Точно останется Я вот это и называю Теорией Языковую составляющую Я скорее считаю Оксиденциальной Относительной Теорией Да То есть Вот это вот Необходимая часть Теории А язык Это уже Что-то Наживное Соответственно Необязательное Язык нам нужен Только для того Чтобы Ну не только для того Мы можем описать Это таким образом Что язык нам нужен Для того Чтобы передавать Эти самые Собственно Схемы представлений То есть Квайн все-таки Озвучивает далеко Не единственную Возможную позицию В данном вопросе Его позиция Мне кажется Сомнительной Моя позиция Мне тоже кажется Сомнительной Но это не важно В данном случае Индетерминированность перевода Одним из самых известных Кладов Квайна Философия языка Связана с проблемой Индетерминированности перевода В его книге Word and Object 1960 года Квайн предложил Предположил даже Что невозможно Определить Однозначный перевод Одного языка На другой Потому что Всегда существует Несколько различных Но логических Эквивалентных переводов Которые одинаково Хорошо соответствуют данным Он использовал пример С экзотическим словом Гавагай Произносимым туземцами При виде кролика Перевод этого слова На английский Может быть кролик Но с той же вероятностью Он может означать Часть кролика Момент кроличности Или что-то иное Из этого следует Что не существует Объективного способа Выбрать один из Множества Возможных переводов Да 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 Ну Если мы конечно Очень придирчивы К переводам То наверное да Если мы не очень Придирчивы К переводам То наверное уже нет Квайн Могу что-то передать Я про Квайн Рассказываю 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 Но вот давайте Вот у нас есть условно Стул Условно стул Вот он да Ужасно нарисованный Стул Я говорю Стул У меня всплывает Образ Вот этого Стула Вот И только Только вот это Вот это мой Образец Эталон Стула В моей голове Но Есть другой человек Который говорит Стул Стул И образ В его голове Ну Допустим Вот такой вот То есть на одной ножке Он даже может быть У него образ Вот такой вот стул В каком-то языке В каком-то отдельном языке Вот что-то похожее На вот это вот Но с одной ножкой Будет называться Например Я не знаю Стюл Будет стюл Не важно Как оно будет называться Допустим Вот это вот стул А вот это вот стюл В каком-нибудь языке Да И представление Опять же будут разными То есть для кого-то Стул Это вот это И вот это И одновременно Еще бесконечность Разных форм Для кого-то стул Вот это Только вот этот Тут пункт А для кого-то стул Для кого-то стул Только вот этот Для кого-то этот И вот этот Для кого-то вот этот Вот этот И стул Например С тремя ножками Вот он С тремя ножками Стоит стульчик Да Такой Соответственно Кто-то назовет стульями все вот это вместе взятое Кто-то назовет стульями комбинацию чего-то из представленного Кто-то табурет назовет стулом, может быть Опять же, ребенок какой-то, которого еще не научили Вот это табурет, а вот это стул Если ребенку сказать, принеси мне стул из соседней комнаты А в соседней комнате только табурет Ребенок, скорее всего, принесет мне табурет Логично себе предположить Опять же, да и не ребенок, и взрослый человек, скорее всего, принесет табурет Если там только табурет и есть, понятное дело. Очень велика вероятность, что это произойдет именно таким образом. То есть, когда мы говорим даже о языке, языке даже одного человека, когда человек сам в своем языке присутствует, обитает, сам им и пользуется, и, соответственно, пытается с какими-то образами взаимодействовать у себя в голове, все равно как бы слово, слово, стул. Так, вот у нас голова одного человека, и в голове одного человека слово стул, 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 слово стул, господи, как ужасно написал, давайте уберем. Слово стул, оно обладает энным количеством всяких вот таких вот образозначений, да, то есть, непонятно, а что означает, собственно, стул, даже для конкретного человека. Но вдруг появляется неожиданно второй человек, второй человек, у которого тоже есть слово стул, и оно обозначает другие какие-то значения, другие какие-то значения, то есть, n 2 штриха, n 3 штриха, n 4 штриха, n 99 штрихов. Вы поняли. Почему, если у нас значения разные, почему, если у нас значения разные, мы все-таки находим некий общий язык? Как мы можем понять, что у нас должен быть вот, например, что вот это вот стул, и мы оба согласны с тем, что вот это вот стул? Как нам понять, что вот это стул, и мы оба согласны? Просто наборы вот этих наших представлений, хоть они и недосконально совпадают друг с другом, они в какой-то степени похожи, и мы плюс-минус ожидаем какую-то реакцию. То есть, если мне скажут, принеси стул, а я принесу, например, человеку градусник, я принесу градусник, например, этот человек скажет, что я нехороший, я нехороший человек, я сделал глупость, получается. Если мне скажут, принеси стул, а я принесу ему шляпу, я принесу ему шляпу, человек, наверное, может сесть на мою шляпу, но мне будет неприятно, да, ему тоже, наверное, на шляпе сидеть на полу тоже не круто. Соответственно, да, мы как бы предвидим, что человек хочет от нас получить, в том числе, какую эмоциональную реакцию он от нас хочет получить. Тоже важно, это работает не только на стуле, но и на эмоции, на всякие такие вещи. И отвечаем соответственно с той реакцией, которую мы предвидим. И одновременно с этим наши образы, они коррелируют. Они не совпадают, но они коррелируют, так скажем. Иногда. Иногда нет. Например, есть такие слова, как философия, наука, истина, скептицизм и все такое. И такие слова, у них могут быть вообще совсем разные системы представлений. Ну, например, тем более это абстрактные слова, понятно, они не указывают какой-то конкретный объект. Ну, например, для кого-то философия, условно, это фил. Философия это какая-нибудь там рациональная деятельность. Давайте просто пи. Пи штрих, пи штрих два, пи штрих три. То есть вот такой набор образов о философии будет. А у другого человека набор образов о философии, вот она, фил. Вообще состоит из Д1, Д2, Д2, Д3 и так далее. То есть набор, то есть вообще не совпадающие образы. И поэтому, когда мы говорим о стуле, я прошу вас принести мне стул, вы мне стул принесете. А когда мы говорим о философии, наши представления о философии могут быть вообще разными. Тут пи, а тут д, соответственно. И мы друг друга можем вообще не понимать в данном вопросе. Как-то так, как-то так. Ну и более того, один и тот же человек может понимать разные системы... Может наделять одно слово разными системами образов. То есть я могу понять философию как вот это и как вот это. То есть по-разному. То есть у меня есть такая возможность получить доступ и к своим образом, и к образом другого человека. Так или иначе, ну каким-нибудь путем. Ну или обрести какие-то другие образы, отличные от того, какие у меня были до этого. Это тоже один из возможных вариантов. Что еще можно сказать? Да, это свойственно нашему даже личному внутреннему языку и какому-нибудь отдельному английскому, русскому языку. Чтобы перевести с русского на русский другому человеку, мы точно это сделать практически никогда не можем. Сто процентного достижения у нас здесь нету, соответственно. И ввиду этого, когда мы читаем какого-то автора, мы не можем его на сто процентов для себя перевести, потому что этот автор разговаривал на другом языке. Он разговаривал на русском языке. Но его язык другой, потому что там другие определения, другие расстановки акцентов. На все... За этими словами стоят совершенно другие образы какие-то. Другие концептуальные схемы, если мы к Вайну обращаемся. Так вот. Натурализованная эпистемология. Причем забавно, что учитывая все это, Квайн при этом придерживался натурализованной эпистемологии. Это одна из известных радикальных концепций Квайна. Это его идея натурализованной эпистемологии. Квайн утверждал, что вместо попыток обосновать знания с точки зрения философии, как это делали рационалисты и эмпирики, эпистемология должна стать частью эмпирической науки, особенно психологии. Он отвергал традиционные философские попытки найти основания для знания, такие как картезианские сомнения, эмпирические проверки. Вместо этого Квайн утверждал, что задача философии заключается в том, чтобы изучать, как люди фактически приходят к знаниям, используя методы, подобные тем, что применяются в естественных науках. Довольно странно. Сначала Квайн выступает перед нами как персонаж довольно, что ли, сомневающийся, стоит сказать. В каком смысле сомневающийся. Такой вот явно непростой. А потом такая вот простая концепция в эпистемологии. Давайте просто подчиняться наукам. Странненько, 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 странненько. Критика модальной логики. Квайн был известен своими критическим отношениями к модальной логике, особенно квантификации по модальным операторам, таким как возможно и необходимо. Он полагал, что такие логики нарушают ясное разграничение между объектами и утверждениями о них, создавая семантическую путаницу. Квайн утверждал, что утверждения о возможности и необходимости не должны входить в область логики, поскольку они требуют предположений об интенсиональных понятиях. что противоречит его приверженности к консистенциальной логике, онтологии и философии математики. Квайн был сторонником онтологического минимализма, подхода, согласно которому мы должны постулировать как можно меньше объектов в наших теориях. Однако, в отличие от многих других философов, стремившихся исключить абстрактные объекты из своих онтологий, Квайн признавал необходимость постулирования абстрактных объектов, таких как множество и числа в математике. Он полагал, что такие объекты играют незаменимую роль в наших научных теориях и должны рассматриваться как часть онтологической картины мира. Вместе с американским математиком Хилари Паттнамом Квайн разработал аргумент, известный как «необходимость для квантификации», который утверждал, что математические объекты существуют, потому что они необходимы для формулирования научных теорий. Этот аргумент стал ключевым для философии математики, поскольку он предполагает эмпирическое обоснование существования математических объектов, а не чисто философское. Ну, комментировать я это не буду. Если хотите обратиться за критикой данного положения, обращайтесь ко мне на стримах, соответственно. Заключение. Квайн был одной из самых влиятельных фигур в аналитической философии второй половины XX века. Его работы изменили многие ключевые философские вопросы, такие как природозначение, подтверждение, перевод и метафизика. Хотя многие из его идей остаются спорными, их влияние на философию науки, логику и эпистемологию трудно переоценивать. Особенно если речь идет об аналитическом дискурсе, то есть Квайн там действительно очень важная персона, с которой невозможно не считаться, соответственно. Ну и вот. Мы кратко разобрали философию Квайна. Более подробно разобрать эту философию я бы вряд ли смог, просто потому что в тех областях философии, в которых Квайн разбирается, я, к сожалению, по большей части профан. Это прежде всего язык, это прежде всего логика. То есть я не считаю себя достаточно компетентным для того, чтобы критиковать позиции Квайна или разбирать позиции Квайна, например, по модальной логике какой-нибудь или по каким-нибудь другим подобным вещам, или по математическим, не философским, но математическим представлениям самого Квайна. То есть в этом плане, в этом плане, я могу, я прочитал то, что прочитал и проанализировал это так, как понял. Поэтому, ну, как бы вот, эту лекцию тоже сдонатили мне на аукционе. Большое спасибо Виталию. Виталий, ваша лекция победила. Прекрасно, да. Друзья, приходите ко мне на стримы, не забывайте подписываться на мой канал, заходите на Boosty, подписывайтесь там тоже непосредственно. Более того, подписывайтесь на мой Телеграм, потому что если что-то произойдет с Ютубом, мы будем сообщать вам информацию там вообще-то. Ну что, друзья, всего вам доброго, всего вам самого хорошего. Александр Шадов, кандидат философских наук, основатель своей собственной философской системы, вас всего на сегодня покидает, получается. Всего вам хорошего. Всего вам хорошего. Эх, где ты? Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok